Здравствуйте, коллеги! Надеюсь, меня и видно, и слышно. И сейчас расскажу о порядке сегодняшнего мероприятия. Значит, те, кто находится сейчас на мероприятии в Саратовском ГРАССа, смогут прослушать мой рассказ и задать вопросы потом по телефону. А те, кто смотрит меня в Ютубе, смогут задавать комментарии, писать комментарии прямо по ходу повествования. А повествование у меня будет в 60 картинках, на которых я расскажу о рынке автоклавного газобетона России, о том, какие у него перспективы, какие вызовы, и вообще такой достаточно широкий срез текущей ситуации строительного рынка в России дам. Итак, поехали. Наши 60 вопросов постараюсь уложить минут 40. 60 слайдов. Значит, что сегодня буду рассказывать. Строительство в России, статистика по объему вводов жилья, распределения между ИЖС и многоэтажными домами, предварительные итоги 23-го года. Рынок стеновых штучных материалов о нем, немного о его динамике, о том, как она меняется. И дальше. Современные проекты домов с использованием низких плотностей. Ну, на примере, в первую очередь, моего личного дома, в котором я сейчас нахожусь и вещаю для вас. И перспективы газобетона в целом. Структурные, нишевые, территориальные. Итак, рынок. Строительство жилья в Российской Федерации растет небывалыми темпами. Особенно пандемия подхлестнула желание горожан перебраться в субурбию, в загород, куда-нибудь, значит, в Саратов, в Глужу, деревню. И в результате мы видим последние 4 года стремительный рост. Каждый год двузначное значение роста. Больше 10% прирост. Наверное, только последние от 103 к 110 миллионам. Это уже меньше 10%, но только потому, что эффект высокой, очень высокой базы. Строительство растет, побив все советские рекорды. До этого наш рекордный 1986 год. Его рекорд был побит в 2014. И потом, после спада на рынке жилищного строительства с 2016 по 2018 год, длившимся, опять рост. Сначала неуверенный. И с 2020 года мы рванули ракетой вверх. Стас нам сообщает, что в России в 2023 году ввели в эксплуатацию около 175 миллионов квадратных метров недвижимости. Из них 135 миллионов – это площадь в жилых зданиях, общая площадь жилых зданий, а 110 – это абсолютная жилая недвижимость. То есть, для меня, например, было статистикой, что в стране вводится в полтора раза больше объектов недвижимости по площади, чем то, что публикуют обычно, как площадь введенного жилья. Вот, в полтора раза больше. Итого почти 180 миллионов квадратов недвижимости, из которых 110 – это чисто площадь квартир и одноквартирных домов. Доля ИЖС постоянно растет. И в последние 4 года превышает 50%. В 2023 году достигло 58% в объеме общего строительства. График интересный нам показывает, что высокая доля ИЖС, ну, вернее, да, именно индивидуального жилищного строительства, то есть зданий, которые вводятся в эксплуатацию гражданами. Так вот, такое строительство было довольно неплохой рост. В начале 60-х в Советском Союзе, потом индустриальное домостроение всех задавило колхозников. И мы по новой, как колхозники, начали прирастать самостоятельно вводимым жильем с 90-х годов. Постепенно прирастали и прирастали, да прирастались уже до 58%. В абсолютных значениях это сейчас составляет почти 60 миллионов квадратных метров. Введено в эксплуатацию гражданами даже больше, чем 60. И вот этот график обрубается в 2016 году, а если мы его продлим в наш сегодняшний день, то мы получимся где-то вот здесь. Мышку видите, наверное, да, сейчас на экране? Вот сюда мы выйдем. То есть у нас очень бурный рост пришелся на последние годы. Дальше. Та же самая картинка, но в разрезе по федеральным округам. Видно, что Северо-Запад наименьшим образом охвачен ИЖС, то есть большее количество вводится девелоперами. А, соответственно, Северокавказский и Южный, там все больше частным иждивением вводится жилье. Дальше проведемся. Значит, что такое 60%, но 58% введено ИЖС, то есть силами частных застройщиков? Это значит, что на долю малоэтажки приходится еще большая доля введенного жилья, поскольку значительную часть малоэтажки строят небольшие девелоперы. Это либо ИПшники, которые строят там по 10-20 домиков в год. Это небольшие ОООшки, которые застраивают поселки по 30-40 домов. И суммарно мы можем оценить, то есть такой статистики в чистом виде нет, но можем посчитать, что 70-75% жилья – это малоэтажка. Небольшие торговые центры тоже туда же могут относиться, хотя и не относятся к жилью. В общем, получается, что на малоэтажку приходится до 75% общей площади вводимой недвижимости. На каждый квадратный метр площади многоквартирных домов расходуется около 0,2 кубометра газобетона, а на каждый квадратный метр площади малоэтажных зданий, если они строятся с преимущественным применением газобетона, приходится около 0,6 кубометра газобетона на каждый квадратный метр. Итого потребление газобетона в малоэтажке составляет около 87,5% от общего потребления газобетона. То есть мы, как представители газобетонной отрасли, так или иначе, ну вы как дилеры или вы как зрители Ютуба тоже годится, должны понимать, что почти 90% газобетона в стране расходуется в малоэтажке, а на высотное строительство приходится незначительная доля. И это, собственно, должно подсказать производителям газобетона, куда делать акцент в своих коммуникациях с потребителем. Строительство жилья. Общий ввод в миллионах квадратных метров. Те же картинки, что уже были, но с другим графическим представлением. Я позволил себе дорисовать с 2020 года немножко этот график, вверху стремив его, показав, что ввод жилья растет и растет. После провала конца 90-х активно прирастаем обратно, выйдя на темпы ввода жилья, никогда прежде ни в Российской империи, ни в Советском Союзе не существовавшие. Строительство жилья. Самострой. Есть такая государственная статистика, введена в действие общей площади построенных населением жилых домов. И видим, что к 2021 году уже подошли, вплотную подобрались к 50 миллионам квадратных метров. Соответственно, в 2023-м 60. И вот интересная циферка, я ее нарыл два года назад. Жилье в штуках в России. Сколько построено квартиры и одноквартирных домов. Значит, площадь жилья за 12 лет, за 2009 по 2021, площадь одной штуки жилья в многоквартирных домах не изменилась в среднем по стране и составила в среднем 67 квадратных метров. Вот это для меня было удивлением. Я думал, что площадь квартир драматически снижается, что у нас там вводятся квартиры-живопырки по 20 метров и так далее, но статистика этого не показывает. Статистика говорит, что средняя площадь замерла на отметке 67 квадратных метров. Это довольно крупно. Большая площадь, поскольку в Советском Союзе у нас трешки были площади по 62-63 квадратных метра. А тут получается, что среднее жилье по площади больше, чем средняя советская трешка. Площадь ИЖС, она снижается. Я вижу это по своей статистике, как руководитель проектного бюро. У нас заказывают проекты все меньшей площади в среднем. Но статистика показывает снижение средней площади небольшое. За 12 лет со 150 до 130 квадратных метров снизилась площадь регистрируемых зданий, регистрируемых населением. По нашей личной статистике площадь средняя сейчас не 130 метров, а, ну, наверное, да, в нашем бюро, наверное, около 120 квадратных метров средняя площадь проектируемых зданий. Но это, на мой взгляд, говорит не столько о снижении средней площади, сколько о том, что за проектами приходят ко все более маленьким зданиям. Мы 40-метровые здания теперь проектируем. А раньше здания метров до 100, насколько я понимаю, по большей части строили по листочку в клеточку. План показали, дом небольшой, типа строители сами разберутся. Строительство. Доля малоэтажного жилья в общем объеме. Синяя линия показывает нам, что уверенно мы перешагнули отметку в 50%, только в 2021 году. Строительство жилья. Это мы, наверное, пролистаем слайд. Фактическая стоимость строительства. Любопытная цифра. Показывает нам, что к 2021 году достигло 50 тысяч рублей за квадратный метр. Не знаю, откуда берется цифра. Не знаю, что в нее входит. Только строительно-монтажные работы без покупки участка. Входят ли сюда инженерные системы. Вот всего этого не скажу. Но я так предполагаю, что это затраты застройщиков, показываемые ими в налоговые органы. Теперь немножко про газобетон. Его выпуск отстает от роста жилья. Прирост выпуска газобетона. То есть жилья вводятся по 10% плюс каждый год. А газобетона мы достигли пика в 2021 году. Пика производства. Ну, поскольку производства были загружены в сезон более чем на 100% своих установленных мощностей. Заводы жертвовали планово-предупредительными ремонтами. Время на них экономили с тем, чтобы выдать больше продукции на потребляющий сильно рынок. Поэтому и цены росли в связи с ажиотажным спросом. Вот так больше мучить оборудование не стоит. Поэтому в 2022 году произошел небольшой откат. Там минус 3%. И, что любопытно, в 2023 году мы тоже ждали, что будет спад. Ну, по результатам исследований рынка первого полугодия получили, что производится меньше, чем в первом полугодии 2022 года. И предположили, что спад по итогам 2023 процентов 3 в 4. Даже до 5 прогнозировали. Однако второе полугодие 2023 года показало нам, что оценки были ошибочны. И начался активный прирост. Похоже, что мы произвели... Точные цифры подведем только к апрелю. Похоже, что мы произвели больше, чем в 2022 году. Что производство газобетона, это опять там между 15 и 16 миллионами кубометров. И это загрузка мощностей производственных до близка к 100%. И вот смотрите, значит, график нам показывает, что строительство растет. А производство газобетона, ну, в общем-то, застагнировало последние 3 года. То есть прирост объема строительства 20%. Прирост производства газобетона 0%. Что это означает в практическом плане? Значит, расход газобетона на разных стройках разный. По федеральным округам кубических метров газобетона на квадратный метр вводимого жилья разные значения. Ну, нормальные цифры это вот центральный, южный, уральский, федеральный округа. Где по 0,2 кубометра газобетона на каждый квадратный метр вводимый жилой площади приходится. Это значит, рынок близок к рациональному насыщению. Ну, если мы и дальше пойдем в сторону развития малоэтажки, то, наверное, эти значения смогут дорасти там на 0,25 кубических метров на квадрат. Однако здесь мы видим, что у нас отстают некогда бывший передовым там северо-западный округ. От средних значений уже по стране. Приволжский, который был как раз аутсайдером в плане доли применения газобетона на рынке, теперь уже вполне себе выходит, ну, доля применения газобетона растет. Вытесняя остальные материалы, стеновые, штучные. И сибирский, северокавказский, дальневосточный округ, а там газобетона не так много. Северный Кавказ это в первую очередь бетонные блоки для штучной кладки. Дальний Восток больше индустриальное и кирпичное домостроение. Сибирь тоже, я так понимаю, кирпич, теплоизоляция. И дальше надо понимать, что на долю газобетона, на долю, сейчас сначала вообще, о доле стеновых материалов в общем объеме строительства, и потом мои предположения о том, каким образом растет рынок жилищного строительства без роста применения основных материалов. Итак, стеновые, штучные материалы, то есть материалы для каменной кладки. В 2001 году, 23 года назад, общий объем рынка составлял примерно 15 миллионов кубометров, при том, что жилья вводилось в три раза меньше, чем сейчас. Доля газобетона в этом маленьком объеме была примерно 6%. Сейчас закончился 23 год. На долю газобетона приходится 54% от общего объема производства стеновых штучных материалов. Сам рынок вырос всего в два раза с 2001 года, то есть за 22 года в два раза. Объемы строительства больше, чем в три раза. Что происходит? Уменьшается количество стен однослойных из конструкционно-теплоизоляционных материалов и сильно увеличивается применение теплоизоляционных материалов на фасадах зданий. В результате рынок теплоизоляционных материалов растет опережающими темпами, он прирастает быстрее, чем рынок даже газобетона, не говоря уже об остальных стеновых штучных материалах. И правильно, что не говоря, поскольку... Ну, смотрите, вот если мы в этой статистике учтем... Я из презентации в презентации таскаю эту картинку, потому что она очень наглядна. Вот это тоже материалы для каменной кладки на картинке представлены. Но это материалы для облицовочной кладки, которые, по сути, не следует считать стеновыми в том смысле, что они не используются для возведения несущей основы стен и вообще основы оброждающих конструкций. Это декоративные слои. Их следует учитывать в разряде навесных панелей фасадных, сайдинга и прочих, и фасадных штукатурок. Вот с ними они конкурируют за объемы. А если мы их вычтем из числа производимых стеновых штучных материалов, окажется, что на долю газобетона приходится не 54, а там 2 трети или даже 3 четверти общего объема рынка стеновых материалов. Именно стеновых, а не облицовочных. Ну и дальше. Что происходит с рынком стеновых штучных? Газобетон прирастает. За последние 8 лет приростки на 20%. Строительная керамика теряет. То есть относительно 2014 года керамики производятся на 30% меньше. Силикатных изделий почти в 2,5 раза меньше, ну в 2 раза меньше, чем в 2014 году. Бетонных камней тоже на 15% меньше, чем в 2014 году. То есть все стеновые штучные материалы, их объем применения уменьшается. Им на смену идет опять крупнопанельное домостроение. Большие объемы теплоизоляционных материалов, а сами каменные основы стен утоньшаются в среднем. И деревянное домостроение, оно тоже все больше попадает в государственную статистику и соответственно, ну и отъедает объемы рынка. Поэтому рынок каменных зданий, он близок к стагнации, если не уменьшаются даже объемы вводимых каменных домов в России. Однако газобетон продолжает рост. Его доля на рынке стеновых штучных имеет еще потенциал к дальнейшему увеличению. Эта статистика вытащена из данных Росстата. Она достаточно консервативна. По ней получается, что газобетон обогнал керамику только в 2017 году. По нашей собственной нааговской статистике, это пересечение вот этих двух графиков, синенького и зелененького, произошло еще в 2014 году. Тогда на долю газобетона пришлось больше объемов в кубометрах, чем на долю керамики. Но пусть, ладно, пусть даже вот самая консервативная оценка показывает нам, что уже 7 лет назад газобетон стал самым массовым стеналом. Что происходит с производством самого газобетона? Год от года постепенно, неуклонно, небыстро снижается средняя плотность производимого газобетона, растет доля материала низкой плотности. Основу рынка стеновых в России составляет марка D500. 500 кг на кубический метр. В Южном округе она вполне себе может применяться для строительства однослойных стен. Теплозащитных свойств D500 здесь будет достаточно при толщине в 30-40 см. Это Южный федеральный округ, соответственно, в ближайшее время и Новороссийский, или как он будет называться, я не знаю. В общем, новые территории тоже, вероятно, плотность D500 будет применима в однослойном варианте, особенно в сейсмических районах. Дальше. Низкие плотности – это основа, наверное, прироста была долгое время. Газобетона северо-западом в Центральном федеральном округе быстро растет. Теперь на Урале быстро прирастает D400 и в Поволжье. ГРАС – самый передовой, собственно, завод по производству низких плотностей. Ну, не завод, холдинг, группа заводов. На долю ГРАСа приходится основной объем производимого D300 в России. И ГРАС – единственный производитель D350, которые тоже вот в этой графе учтены вместе с D300. Итак, у нас на долю материалов с низкой плотностью, а низкой традиционно считается все, что меньше 500 кг на куб, приходится 13% рынка. Поскольку объем производства газобетона подрастает, абсолютный валовый выпуск низких плотностей тоже прибавляет потихонечку, и вот сейчас составляет уже около 2 млн кубических метров в год. Это, конечно, крохи на фоне того, сколько у нас фасадов теплоизолируются минеральными ватами и пенопластами, но какую-то часть, по моим скромным оценкам, около 1,5% всех российских фасадов – это стены однослойные газобетонные. Все остальное так или иначе содержит теплоизоляционные слои наружные. Но это субъективная оценка, я расчеты ее обосновывающие как-то приводил, сейчас повторять не буду. Действующие мощности распределены по федеральным округам неравномерно, но неравномерно территориально, зато достаточно равномерно с точки зрения соответствия количества заводов, плотности населения и объемом строительства. Ну, график на насыщение разных территорий был приведен выше, сейчас тот же график, но с другой стороны, с другого ракурса. Средняя загрузка заводов в 2022 году была 82%, сейчас она еще немножко подросла в 2023. Вот, собственно, как менялся у нас выпуск с начала 2000-х до сегодняшних лет. Мы росли, рос не только выпуск газобетона, но и установленные мощности активно вводились. И вот на рубеже 2016-2017 годов установленные мощности еще подросли по инерции, инвестиционные программы, запущенные до 2014-го, доввелись в действие. И потом, смотрите, вот на границе сначала с 2008-го на 2009 год загрузка мощностей снизилась меньше, чем до 80%, потом оставалась на уровне там 70 с чем-то, и потом упала в среднем по стране до 60 с небольшим процентом. Что для других отраслей промышленности, строительных материалов, именно стеновых, штучных, нормально такая загрузка, для газобетона было необычным. Это привело к длительной стагнации цен. Вот у нас загрузка мощностей стала подрастать только с 2019-го года. И вот мы, собственно, там в 2021 году приблизились к загрузке 87%. Очень высокая, которая летом в сезон, я повторюсь, была выше 100% в среднем по отрасли. Вот, в 2022 году обратно немножко просыпались. И, соответственно, в 2023 год, когда здесь появится, будет чуть-чуть еще подросшая средняя загрузка. Средняя цена на газобетон длительное время существенно отставала от роста потребительских цен. То есть средняя потребительская инфляция в стране была, она была исчислима, а роста цен на газобетон с 2015 по 2021 год не было вообще. Абсолютно. То есть цена стояла на месте, несмотря на рост стоимости ресурсов, на рост зарплат и так далее. И это, конечно, привело к тому, что из отрасли, вот как хорошо видно на этом графике, убыло с период с 2016 по 2018 год значительное количество мощностей. То есть часть заводов обанкротились, не пережили периоды низких цен. У нас к концу 2021, в самом начале 2022 года была ценовая аномалия, вызванная ажиотажным спросом, когда цена на газобетон ломанулась вверх, ну вообще на все строительные материалы. Но потом ажиотаж был сбит в первую очередь с неопределенностью, вызванной началом военных действий. Начало 2023 года цена опять была низкая, отстававшая от потребительской инфляции. И только к июлю, ну к середине 2023 года, розничные цены опять нагнали потребительскую инфляцию. Но это именно сезонный всплеск. И сейчас, в начале 2024 года, мы увидим среднюю цену чуть ниже по стране. Однако, если рассуждать в таких, в абстрактных понятиях справедливости, какая цена на газобетон сейчас была бы справедливой, то следует признать, что близко к 7 тысячам за кубометр в среднем по стране в низкий сезон. Это означало бы, что норма прибыли на заводах остается неизменной с 2015 года, в то время как в действительности она, конечно, снизилась заметно. Про вызовы немножко, перед отраслью стоящей. Основной вызов в одной картинке. Значит, эта картинка сделана в 2015 году по результатам нашего исследования рынка. Распределение установленных мощностей по производству газобетона по производителям оборудования. И вот красным пунктиром я выделил сектора, занятые в 2015 году западноевропейскими производителями оборудования. Сейчас их нет на российском рынке. Они не могут даже обслуживать ранее выпущенное оборудование, не могут поставлять агрегаты. Даже как бы сильно они не хотели, не могут сделать этого в силу боязни наказаний за нарушение санкций. А у нас, ну да, три четверти, по сути, сейчас установленных мощностей, это западноевропейские мощности. Соответственно, перед промышленностью стоит задача постоянного, неослабевающего, ослабления обновления парка без помощи производителей основного оборудования. Соответственно, есть теперь российские производства, подхватывающие тему и пытающиеся заменять и агрегаты отдельные, и выпускать новые линии целиком. Современные российские газобетоны и китайские производители оборудования пришли на наш рынок, радостно потирая руки. И, значит, место, освобожденное западноевропейцами, пытаются занять собой. И, в общем-то, молодцы, работают успешно. Поэтому, в целом, можно считать, что это вызов в том плане, что придется тратить денег на переоборудование, наверное, больше, чем если бы можно было пользоваться теми же производителями, которые производили основные агрегаты. Но, тем не менее, проблема вполне себе решаема. То есть, это уже не проблема, а техническая и финансовая задачи. И второй слайд. Это, скорее, не вызов. Это, скорее, показать, что происходит в мире с газобетоном. Мне слайд очень понравился. Его подготовила компания Кеда по состоянию на середину 2022 года. Кеда будет у нас основным спонсором конференции на 24-го года, которая пройдет в начале апреля в Москве. 3-4 апреля. Кстати, приглашаю. Можно и частным лицам прийти, и дилерам газобетонным подъехать. За деньги, но поучаствовать в празднике столетия газобетона. Итак, на всей планете, за исключением Китая, по состоянию на середину 2022 года, действовало 924 линии по производству автоклавного газобетона. Ну, их установленные мощности здесь не приводятся. Приводится только абсолютное количество. Большая часть, это была Юго-Восточная и Южная Азия, 65% производств сосредоточено было в Юго-Восточной Азии, 65% производств планеты. Там 24% Европы, практически ничего нет в Америке. В Америке только сейчас более-менее распробовали газобетон, строятся одновременно 5-7 заводов, 8 заводов, не помню. Туда сразу несколько производителей ломанулись, и из Китая три пришли, и из Европы пришли. В общем, все стараются успеть американский рынок окучить собой. Чуть не в каждом штате пытаются поставить по заводу. Почти нет в Южной Америке тоже. Там потихонечку Африка начинает индустриализироваться. Активно достаточно Ближний и Средний Восток растут. Центральная Азия прирастает. Центральная Азия здесь, наша Средняя Азия. Там Узбекистан очень активно прирастает к газобетонам. 924 линии, за исключением Китая. В Китае еще 2200 линий. Там недавно было 3000 заводов по производству газобетона. Но среди них было очень много маленьких живопырок, родом из 90-х, начала 2000-х, которые сейчас активно закрываются. Остаются высокопроизводительные линии. И если у нас нормой сейчас считается построить завод производительностью 400-500 тысяч кубометров в год, то в Китае вводятся и заводы с производительностью по 800-1200 тысяч кубических метров в год. То есть до больше миллиона кубометров в год одним заводом такие производственные комплексы монтируются взамен выбывающих маленьких. Вот. То есть Китай, в нем производится газобетона в абсолютном значении, примерно столько же, сколько на всей остальной планете и даже, вероятно, больше. Так же, как по производству цемента, Китай какое-то долгое время обгонял всю остальную планету. Так же по производству газобетона. Газобетон является в Китае так же, как у нас, основным стеновым материалом, основой рынка. У нас так является в... Как у нас? На Ближнем Востоке та же картина. Аравийский полуостров, Иран, и все ячеистые бетоны прирастают. Двинем дальше. К современным проектам низкие плотности в деле. Но здесь я, да, на примере личного дома расскажу. Сначала немножко ода низким плотностям, о том, почему их применять хорошо. Вот картинка родом с 2008, по-моему, года. А, с 2009, когда на Айроке мы впервые выпустили на розничный рынок газобетон Д-300. Впервые на российском рынке появился. Здесь показано, что полметра газобетона Д-500, привычного тогдашнему рынку. Это примерно то же самое, что 40 сантиметров газобетона Д-400. По зимней теплозащите, то есть по сопротивлению теплопередачи. И это то же самое, что 30 сантиметров Д-300. Вот у этих всех трех материалов примерно одинаковое сопротивление теплопередачи. При таких толщинах. Ну, полметра, 40 сантиметров и 30. А при этом несущая способность определяется не плотностью, вообще не плотностью, а только прочностью. Только и исключительно ей. Плотность вообще никак не влияет. Плотность можно учитывать только в качестве для определения нагрузок от собственного веса. Больше ни для каких целей. А все остальное это чистая прочность. И для того, чтобы материал мог применяться в несущих стенах, в российском СП каменное и армокаменное, нижнее требование B1. В белорусском ТКП B1, это 1 ньютон на миллиметр квадратный, в европейском нормативном поле чуть мягче, чем наши B1, там средняя прочность должна быть не меньше 1,5 ньютонов на миллиметр квадратный. Но средняя прочность это далеко не класс B1, это у нас можно было бы так сказать класс B1,2 примерно. Да, так что B1, это то, что позволяет строить несущие стены. Дальше, две трети российского рынка газобетона, D500, как я уже показывал на схемах. Такая кладка почти всегда, кроме юга, идет под дополнительное утепление. Хотя есть яркие исключения, мы вот в климате Новосибирска, Омска, в Астане, проектируем здание пятиэтажки с однослойными стенами из D500, толщиной полметра. Дальше. Низкая плотность позволяет сохранять однослойные стены разумной толщины. Соответственно, полуметровые из D500 мы строим в наших, в российских, в центрально-евразийских климатических условиях. Вот. И тут несколько картинок, я тоже их таскаю из года в год по разным презентациям. Наглядность. Для сравнения, что такое газобетон низкой плотности. Вот у нас брус 250, 200, там, 150 миллиметров. Из такого бруса строят дома, жилые. Что клееный брус, там, толщиной 130 до 190, что просто с сырой, естественной влажности брус с каким-то межвенцовым плотнителем, с конопаткой. Строят жилые дома, живут в них, объявляют, что это комфортно, приятно, экологично. Такому же брусу в качестве зимней теплозащиты не хуже себя будет вести 100 миллиметров газобетона D400. То есть 100 миллиметров газобетона D400 – это 150-200 миллиметров хвойного бруса. Там, в зависимости от влажности. Вот примерно такое соотношение теплопроводностей и, соответственно, теплозащитных свойств газобетона и дерево-хвойных пород. D400 – 100 миллиметров, это 150-200 миллиметров бруса. И вот стена, которая считалась нормой, эталонной до середины, до конца 20-го века, до конца 80-х. Стена полнотелой в климате центральной европейской части – это Уральское здание в Екатеринбурге. На большей части территории России, там, где проживает 70% населения, признавалась нормальная стена в 2,5 полнотелого кирпича или в 2 щелевых кирпича. У нас строили в Москве, в Ленинграде, по многим другим городам, в Поволжье здание толщиной, со стенами толщиной в 2 кирпича. 510 миллиметров щелевого кирпича или 640 миллиметров полнотелого кирпича. И вот этим стенам соответствует 100 миллиметров газобетона Д-400 по зимней теплозащите. Зимой, что газобетонная стенка, соточка Д-400, что 2,5 кирпича, будут вести себя одинаково. Внутри, в огражденном ими помещении, будет одинаковый микроклимат. Вот. Это для того, чтобы вот в голове масштаб, масштаб явлений сопоставить. Что такое газобетон? На рынке стеновых материалов. Материал, который, да, в малых толщинах обеспечивает высокие теплозащитные свойства. Ну и теперь немножко про дом из газобетона Д-300. Нам просто часто спрашивают, а сколько можно этажей построить? А сколько? Ну, Д-300. Три этажа. Мой личный дом. Вот я в нем сейчас нахожусь. По центру примерно этого дома. из Д-300. Два этажа. А в принципе, из Д-2,5, а это Д-400, мы проектируем пятиэтажки. Многоквартирные. Они в конце. Вот, собственно, мой домик, это вид с улицы, это вид со двора. Со двора он трехэтажный, с улицы он кажется двухэтажным, но по сути стоит на склоне, поэтому нижний этаж. Закопом его не видно и потом два жилых этажа расположены. Вот это все Д-300. Д-300, там есть еще много разных экспериментальных, ну или вернее декоративно-показательных стен. Там стенки толщиной по 150 миллиметров, еще что-то. Но наружные стены трехэтажной части целиком из газобетона плотностью 300 килограмм на кубический метр. И железобетонные перекрытия, пролеты по 4,5-6 метров, вполне себе несущей способности хватает. Для того, чтобы обосновывать эту несущую способность, нужны просто нормальные расчеты. Нужно знать прочность материала, несущую способность кладки, вернее расчетное сопротивление кладки, несущую способность стен и так далее. Рассчитать можно, вот три этажа из Д-300 рассчитываются запросто. Дом, вероятно, самый высокий в мире, но не потому, что остальные там как-то сильно боятся построить. Трехэтажки из Д-300 строят в Финляндии. На выставке Асантемест 20-го года были 12 таунхаузов, построенных ямерой. Ну, это эстонский аэрок, построенных из газобетона Д-300. Трехэтажные, ну, единственное, они были чуть пониже, чем мои, поскольку высота этажа пониже была. Все, поэтому здесь там 10,5 метров, а там было около 9. Но так трехэтажки, да, газобетонные, вполне себе строятся. Там перекрытия были из газобетонных же плит. Турник висит на Д-300. Тоже запросто, поскольку, опять же, мерой несущей способности и мерой вырывного усилия дюбелей является, в первую очередь, прочность материала, а не его плотность. Нашей прочности Б-2 достаточно для повешения турника. Висит он на левом дюбеле, такой вот, Фишер ГБ, первый его произвел Фишер в конце 60-х и присвоили ему маркировку GB. Вот такой из Д-300 обеспечивает нам 120-150 килограмм один, а для подвешивания турника их использовано четыре. Поэтому больше полутонны он может выдержать, и я никаким образом не могу создать динамическую нагрузку большую. То есть я таких перегрузок своему телу, сил у меня не хватит придать, чтобы вырвать эти дюбели. Спрос на низкие плотности. Значит, что у нас с низкими плотностями в стране? В первую очередь, основой рынка низких плотностей, как бы, что, какое слово подходит для описания самого простого? Дефицит. В сезон в Подмосковье купить Д-300 – большая проблема. Это с давних пор так, а сейчас это особенно ярко чувствуется последние пару-тройку лет. Мы, мой проектный цех, проектируем до 80% зданий, которые мы рисуем. Это однослойные газобетонные стены. Мы теплоизоляцию активно применяем. Но так получается, что большую часть – это все-таки однослойные. И, соответственно, это Д-400 и ниже, по большей части. И обычно площадь 1-2 этажа, 70-160 квадратных метров. И это все, где пригодно применение низких плотностей. Вся малоэтажка, весь ИЖС может быть построен на низких плотностях. Есть отдельные архитектурные стили и решения, тотально остекленные стены, где низкие плотности использовать нерационально, где целесообразнее становится устроить железобетонный каркас, колонны отдельные, заполнить его стеклянными стенами и там локально что-то где-то утеплить, выполнить складкой с наружной теплоизоляцией. Но если это обычный жилой дом без выпендрежа, где на долю окон приходится, ну, процентов до 20% от общей площади наружных ограждений, стен вертикальных наружных ограждений, то там, конечно, рациональное использование низких плотностей – это самый правильный подход. Есть способы проектировать здание таким образом, чтобы не было вообще никаких трещин в кладке. Но обычные здания проектируются так, что они, как вся каменная кладка, оставляют за собой право при высыхании и при сильном охлаждении в поверхностных слоях получить небольшие трещины. Но в целом низкие плотности могли бы быть востребованы, вернее, востребованы в большем объеме, чем производятся. То есть мы, к сожалению, констатирую, что проектируя здание там из Д-300, часто бываем вынуждены летом заказчикам пересогласовывать Д-300 на Д-400, ну, соответственно, им надо корректировать разделы отопления немного, поскольку при строительстве заказчики не могут Д-300 купить на местном рынке. О перспективах газобетона немножко. Значит, структурная. Малоэтажка наращивает свою долю в объемах строительства на долю ИЖС, ну, видите, устаревшая цифра больше 50%, она все еще верна, но уже не отражает сути. На долю малоэтажки примерно 3 четверти от общего объема ввода жилья. Каждый квадратный метр ИЖС по потреблению стеновых материалов это там от 3 до 5 квадратных метров многоквартирных домов. То есть малоэтажка съедает сейчас под 90% производимого газобетона. Территориальная. Страна прирастает территориями, на которых нет производства автоклавного газобетона и почти нет производства стеновых. Был завод хороший в Новой Каховке, но сейчас в силу понятных причин работать не может и непонятно вообще, ну, я не знаю, что с ним стало в ходе боевых действий. Он остался в строю, сможет ли он быть запущен после. Вот. Объемы строительства в Новороссийском федеральном округе или как будут названы эти территории в ближайшем будущем. Объемы строительства планируются 18 миллионов квадратов к 30-му году за 7 лет. Ну, часть это восстановленная, а часть свежепостроенная. Соответственно, материалы там нужны и, соответственно, сейчас материал завозится с Краснодарского края, с Ростовской области, с черноземных регионов. А в принципе должны быть локальные производства. И должны будут появиться. Дальше. Территориальные перспективы рынка. Сейчас в стране 86 заводов. Из них 6 данные апреля 22-го года. Сейчас точно не скажу. Скажу в начале апреля, что у нас по состоянию на 24-й год. Но видно, что восток страны, там и людей меньше живет, и заводов мало. И поскольку расстояние между действующими заводами большое, есть смысл ставить маленькие заводы в промежуточных точках. Например, Красноярск, миллионник, нет завода. Везут с Байкала, что везут из Новосибирска газобетон. Ну, неразумно. Разумно поставить свой. В Кемерово скоро появится завод. Соответственно, между Байкалом и Благовещенском пустота. Люди есть, пусть и в небольших количествах. А газобетона нет. Надо производить. Бизнес-идея ставить небольшой завод. Улан-Удэ, например, обсуждался вопрос строительства завода. В Улан-Удэ куда-то закрылся вопрос. Но, вероятно, откроются снова в ближайшее время. Нишевые перспективы. Пяти-семиэтажки с однослойными стенами. Ну, или хотя бы с несущими стенами из газобетона. Как из блоков, так и из панелей. Пятиэтажек мы напроектировали уже много своими силами. А семиэтажки обосновали возможности их применения. Фасады из газобетона. Панели и плитка. Вот давайте немножко пройдемся. Газобетонные пятиэтажки это Астана, пригород города Астаны, Касши. Пятиэтажки, да. Это крупный, большая стройка. Строятся сразу десятки подъездов в год. Вводятся в этом жилом микрорайоне лесная поляна. Стройки действительно большие. Прямо масштабные, как старые советские стройки. То есть вводятся целые кварталы микрорайона. Пятиэтажка целиком из газобетона. Несущие стены, балконные ограждения, перекрытия чисторебристые или ребристые? Ребристые. Чисторебристые перекрытия с большим применением газобетона. И газобетонные же фасады. Значит, вот посмотрим поближе на этот дом. Это плитка газобетонная. Толщиной 50 мм. Блоки со снятыми фасками. В построечных условиях смонтированы. На фасад приклеены и дополнительно придюбелены двумя штуками. И покрашены. Красота. Чтобы показать, что это не что-то совсем новое, что это, ну, это новое, на новой элементной базе. Но чтобы обосновать, что это не что-то экспериментально опасное, приведу несколько фотографий. Значит, фасады из газобетона, Ленинград, конец 50-х, начало 60-х годов. Ну, цифра 1957 год постройки, вероятно, ошибочно, чуть попозже скорее. Скорее, это 63-й год. Тем не менее, 60 лет зданию однослойный газобетон, без какой бы то ни было фасадной отделки. Он окрашен просто пигмент. Цементная паста с пигментом, втертой в поверхность газобетона. Никакой защиты от атмосферных осадков, от других воздействий нет. Ни от воды, ни от мороза. Никакой гидрофабизации. Дальше. Тоже фасады из газобетона, Ленинград, 78-й год. Здание достаточно хорошо построено. Тут, что интересно, вот в этом панельном здании балконные панели и парапетные из тяжелого бетона выполнены, а остальные, поясные и простеночные, из автоклавного газобетона. Так вот, когда такие здания без косметического ремонта стоят по 15-20 лет, с тяжелого бетона краска смывается. И, соответственно, балконы и парапеты выглядят серыми, а стены основные, газобетонные, остаются все так же окрашенными, практически не меняя цвет, поскольку у газобетона очень развитая поверхность, и пигментные пасты хорошо задерживаются, на ней дождями не смываются, с тяжелого бетона смываются, с газобетона нет. Поэтому газобетонные фасады используются давно, вот это у нас еще довоенная Рига, в Латвии был заводик свой Сипарекс, производил газобетон, и вот что любопытно, мы все время говорили, что это здание цельногазобетонное, а сейчас я не могу этого проверить. Однако на фотографии я вижу, что дом облицован газобетоном 100-миллиметровым, ну 100 или 150, так вот, из чего он построен, не знаю, но облицован газобетоном, то есть фасадная отделка, теплоизоляция фасадная, выполнена газобетоном, и вот он, пожалуйста, свои десятилетия, скоро 100 лет, стоит в качестве фасадной отделки, в достаточно суровом климате, суров он потому, что влажный, влажный морской климат, морской климат для каменных материалов, ну точно, не лучше, чем сибирский. В Сибире сухие морозы проблем доставляют кладки, как правило, меньше, и старые кирпичные здания, в том же Новосибирске, ну и рядом, в более старых городах, чувствуют себя лучше, чем в том же Питере, хотя в Питере существенно меньше интенсивность отопительного периода, меньше морозов, менее интенсивные морозы, но при большей влажности. То же самое Рига, высокая влажность, достаточно развитые морозы, поэтому считаем, что полевые испытания сейчас уже 85 лет этому домику, вполне себе показали, что фасадная отделка из газобетона применима. Ну и сейчас в мире довольно много производится и панелей из автоклавного газобетона, тоненьких, толщиной там 35-50 мм, тема началась в Японии в 70-е, оттуда шагнула в Юго-Восточную Азию, оттуда на Аравийский полуостров, и оттуда технология вернулась на свою родину, в Западную Европу, сейчас в Нидерландах, где-то там, в общем, Голландия, Бельгия, там панели газобетонные производятся, и фотки оттуда. Панель своеобразным образом наносится на нее рисунок, потом окрашивается и монтируется на объекте. Нам известны всем японские фасады Кью, что ли, как-то так Книю называются, в общем, из тяжелого плотного материала, который удобно из Японии довезти до России, а в самой Японии очень распространены газобетонные фасады. Ну, вы, идя по улице, не поймете, что это газобетон, нет способа определить материал визуально, вот, но надо знать, что много в современном мире фасадных панелей производится из газобетона. А у нас пока самоделкины, значит, мы берем блоки полтинник, там 75 миллиметров, снимаем фаски или не снимаем фаски и облицовываем свои газобетонные дома газобетонной же плиткой. Получается красота, как это, фасадная отделка здорового человека. Хочу пригласить тех, кому интересно, посетить конференцию 3-4 апреля в Москве на Воробьевых горах в кластере Ломоносов в дни проведения Мосбилда. Мосбилд со 2 по 5 апреля, а наше мероприятие 3-4 апреля пройдет. Конференция «Второй век газобетона». Собственно, в 23-м году был окончательно запатентован, а в 24-м начато активное промышленное производство автоклавного газобетона. В Швеции было начато. Это тема праздничная конференция. Потом наиболее актуальная с точки зрения производителей закат Европы. Обсудим замещение западного оборудования. Будут и китайские производители, и наши российские рассказывать о своих возможностях и предложениях. И самая главная тема, конечно же, полностью обновленные стандарты на автоклавный газобетон и изделия из него. Это ГОС-31-359, 31-360. Доклады будут по ним, по изменениям внесенным. И круглые столы с разработчиками. НИИС-Ройфизики и НИИЖБ. ГОС-31-359, и я, как ответственный разработчик, ну, как координатор разработки, обсудим, каким образом теперь пользоваться ГОСТами, как применять, какая у нас есть нормативная база на производство и применение газобетона. Так что добро пожаловать, те, кому эта тема понятна, заходите на сайт НАГО, скачивайте заявки и, в общем, регистрируйтесь на конференцию. Так, Телеграм-канал ассоциации, прошу любить и жаловать, AC-Руф, если не хотите камеру наводить, то просто AC-Руф, в Телеграме набирайте и подписывайтесь на нас. Так, ну и давайте последний слайд, в общем, основа рынка стеновых штучных о перспективах газобетона останется основой рынка в малоэтажке, останется основой рынка в ограждениях наружных многоквартирных зданий, несущие однослойные стены до семи этажей в многоквартирных домах запросто, пятиэтажки вы видели фотографии, а семиэтажки мы расчетом показали, что возможно при определенных планировочных решениях, так что добро пожаловать к нам за проектами. И фасадные штучные изделия плоской и сложной формы из газобетона тоже возможно. Все, спасибо большое на этом за внимание, переходим к вопросам, ну, а зрителя ютубчика переходит к комментариям. Все, до свидания.